После того, как создан сайт, наполнен информацией, мы решили отправлять его на дальний компьютер, на удаленный сервер, там где у нас хостинг проплаченный, необходимо провести некоторые действия, подготовить наш сайт для отправки, чтобы это было все сделано так, как положено, потому что информация, которая отправляется на дальний сервер, сама по себе не будет работать, если мы не экспортируем вместе с файлами базу MySQL. Для того, чтобы экспортировать эту базу и ее все данные, необходимо зайти в панель администрирования phpMyAdmin. Находится эта панель управления у нас на локальном компьютере, на localhost. Необходимо прописать phpMyAdmin. И появляется такая панель. Здесь мы должны выбрать именно с левой стороны ту базу, которую мы хотим отправлять вместе с сайтом. То есть ту базу, которую мы обрабатывали, с которой мы дело имели у нас на сайте. Здесь у нас, допустим, это был интернет-магазин, который мы администрировали. Мы выбираем эту базу. Здесь показаны все файлы, все данные этой базы. С левой стороны отображаются. Вот они все. В том числе и здесь информация отображается в полном виде. Данная панель phpMyAdmin бывает немножко разная. Отличаются внешние виды немножко по функциям, но принцип работы везде один и тот же. То есть мы будем экспортировать базу. А на удаленном сервере, когда мы зайдем туда все файлы, зайдем также в панель администрирования. В данном случае, если это есть у меня такая панель, где находятся мои сайты. Отдельно закладка есть в панель phpMyAdmin. Туда зайти и здесь же необходимо будет импортировать, производить импорт того файла, который мы сейчас создадим. Значит, мы выделили все файлы. Нажимаем экспорт. Опять-таки, необходимо отметить все. Здесь указано, что мы будем экспортировать SQL файлы. Видите, мы все выделили. Здесь написано шаблот имени файла. Здесь мы можем задать свое имя. Любое произвольное, которое мы считаем. Например, просто база или мебель. Вот здесь необходимо выбрать, в каком виде мы будем экспортировать эту базу. То есть мы ее в архив поместим в zip-архив или это будет в текстовом файле. Я всегда предпочитаю в zip-архив или в этот архив. Значения не имеет и пошел. Здесь должно появиться окно, что сохранить как. Так как у меня Download Manager установлен как загрузчик. То он прописывает, где будет находиться моя база. Видите, вот она написана. Здесь она сохранится. Все, база сохранилась, она небольшого размера. В этом мы произвели с вами экспорт базы. Нет необходимости прописывать, где-то какие-то дампы, какие-то еще там функции задавать. То есть довольно-таки корректно происходит всегда экспорт данной базы. Можно просто в zip-архив. То есть не имеет никакого значения, как экспортироваться данная база. Как импортировать мы будем рассматривать в дальнейших занятиях, в которых указано, рассказано, как отправляется информация на отдаленный сервер, какие необходимо прописывать пути, как создать базу. Потому что то, что имеется панель PHP MyAdmin, она автоматически тоже не работает. Необходимо сначала прописать точнее базу, создать базу MySQL на данном компьютере и потом уже импортировать тот файл, который мы только что создали с нашего локального компьютера. Сразу можно сказать, что не имеет значения название баз на локальном сервере и на удаленном сервере. То есть здесь вы можете прописать свой название, которое было, например, у вас на локальном сервере. Если это была база, допустим, мебель или диван, который мы создавали при установке нашей CMS Joomla. В самом начале, если вы помните, там мы создавали базу, тоже заходили в localhost PHP MyAdmin и через панель окно запроса создавали. Вот здесь или в самом начале. Здесь мы создавали, здесь внизу она сейчас находится. Здесь тогда было пусто. Вот здесь мы создавали новую базу. То, что название здесь было другое, отличающееся от данного, которое мы сейчас экспортировали, не имеет значения, потому что на удаленном сервере мы можем эти настройки менять и уже под реальный сайт их производить. И база будет по-другому называться, а не так, как она называлась на локальном сервере. Ну, в принципе, и все, что я хочу сказать по этому вопросу. Продолжение следует...